Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьёшься. Ну тогда скажите, как достичь его. Наши эксперты знают. Передача «Формула семьи» на радио Теус. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Формула семьи». Сегодня у нас на календаре 4 октября, уже октябрь, о боже, вторник на календаре. И сегодня у микрофона ведущая Екатерина Горбунова, и мы в студии вместе с Татьяной Горбачёвой. Ну что ж, дорогие наши радиослушатели, не пугайтесь, с Элей в целом всё в порядке. Простуда просто нынче не щадит совершенно никого, и вот поэтому сегодня с вами я, а Эля обязательно присоединится в самое-самое ближайшее время. Так что, Элечка, если ты нас сейчас слушаешь, обязательно выздоравливай, мы по тебе скучаем. Что ж, я, наверное, сразу обозначу нашу тему. Мы уже так даже с Татьяной немножко перед эфиром поразмышляли. Вот даже, не знаю, так не то, чтобы поспорили, но вот как-то вот не сошлись к одному мнению, и даже вот, вот в общем, без вашей помощи никак не разберёмся. И давайте сегодня попытаемся определить, какой же возраст самый счастливый. Татьяна. Да, вот вопрос с возрастом всегда, он такой деликатный, да, вот всегда, когда спрашиваешь у человека, сколько ему лет, да, всё время есть какая-то такая заминка, особенно если это представительница прекрасного пола, да, там не спрашивают всегда, как бы считается, что им 18, да. Ну, 18, а там даже какие-то копейки на это накапывают. Вот, но тем не менее, есть целое направление психологии, которое изучает вопрос возраста. Вообще, что такое возраст, да, и как мы его переживаем. И сегодня мы хотели бы поговорить об этом, и наш вопрос в том, как вот вы оцениваете свой возраст, вот он вам нравится, он вам не нравится, да, что вам нравится, что не нравится. Мы бы хотели услышать ваше мнение, ну и желательно, чтобы вы там как-то, ну, всё-таки обозначили, хотя бы в каком, в каком возрастной категории, условно говоря. Мы, кстати, для опроса использовали тоже тут свои вот градации до 7 лет, от 7 до 12, 13, 17, 18, 25, 26, 35, 36, 50, ну и 50 плюс, грубо говоря. В общем, наверное, итоги нашего голосования мы уже наконец оставим, потому что, чтобы вот тут радиослушателей не смущать, чтобы они уже тут вот под какие-то условности не подстраивались. А я тем временем напомню наш телефон, и, ну, вообще, как с нами можно связаться, у нас прямой эфир, соответственно, нам можно и звонить, и писать, и, в общем, всё для вас. Итак, телефон единый для всей России, что немаловажно, он бесплатный. Запоминайте, а лучше записывайте, я диктую. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Для того, чтобы нам написать, можно воспользоваться нашим привычным сайтом s.radiotels.fm. На нём, скорее всего, вы нас уже слушаете, и, соответственно, перед вами форма, в которой вы можете представиться, написать своё сообщение, вопрос, комментарий, кликнуть на значок «Отправить», сообщение придёт нам в студию, мы обсудим, ответим, поразмышляем на волнующую вас тему, нашу тему возраста. Ну и также у нас стали доступны приложения Viber и WhatsApp. Телефон для них достаточно вбить в свою телефонную книгу в мобильном. Итак, это 8 977 850 0996, 977 850 0996. Ну и, конечно же, приложение Teos. Android, iOS, скачивайте, устанавливайте и все те же функции. Ну что ж, Татьяна, какой же возраст по-вашему-то самый лучший? Ну, по этому поводу мне не разделились. Наверное, самый вот вопрос, в чём вопрос, собственно говоря, да? Потому что возраст — это величина такая многомерная. Она не просто измеряется тем, сколько времени прошло с момента, когда вы родились, до настоящего времени. Ну а как же тогда? Это называется хронологический возраст. Так. А ещё есть другой параметр, который называется биологический возраст. То есть соответствуете ли вы в своём состоянии здоровья тому, каким человек должен быть в этом возрасте. Ну и, соответственно, у нас здесь есть люди, которые, например, в очень хорошей физической форме, да, но им много лет. И, например, есть люди, которые в очень плохой физической форме, но они достаточно молодые. То есть получается здесь такая вот растяжка. Вот слушайте, я, конечно, не хочу ныть, но мне кажется, наше поколение, вот в частности моё, с тем, какие разваливающиеся мы сейчас, вот просто обречено на то, чтобы уже к годам, там, 50, в, казалось бы, таком достаточно ещё активном возрасте уже просто кряхтеть, и вот больше ничего. Потому что вот так наслушаешься, какие болячки есть у нас, там, 20-20 копейками, и понимаешь, что, о боже, у моей бабушки-то меньше, чем у меня, и как-то вот от этого становится совершенно грустно. Ну, да, действительно, чем биологический возраст моложе, соответственно, тем больше есть ожидания того, что вы проживёте как-то дольше. Но не забывайте, пожалуйста, ещё такой фактор, что есть бабушки, у которых всё плохо, но которые никогда в жизни вам об этом не скажут. Вот есть молодёжь, которая, в принципе, из-за того, что у неё насморк наступил, просто совершенно находится в эмоционально разбитом состоянии и требуется помощь психолога. Поэтому здесь, в общем, субъективное переживание тоже. Ну, я так смотрю, наши радиослушатели вот настроены как-то в целом достаточно позитивно. Вот, например, Артём из Эстонии пишет. День добрый, милые дамы. Самый счастливый возраст после 30-ти. Ума успеешь набраться, в жизни определиться мне 32. Очень хорошо, спасибо, Артём. А Любовь пишет. Добрый день, мне 41, чувствую себя на 25-30. Самый яркий и лучший период в моей жизни, считаю, 30-40 лет. Ну, и он продолжается. Замечательно, замечательное сообщение. Присылайте ещё. И желательно, чтобы вы конкретизировали, что конкретно вам в вашем возрасте так нравится. Или что, может быть, если вы негативно отдаёте комментарий, почему не нравится тогда. Это будет как бы более интересно. Не знаю, на самом деле, мне кажется, что в каждом отрезке времени, что каждый день, что каждый месяц, что каждый год, что какой-то определённый период, вот есть что-то хорошее, есть какие-то радостные моменты, а есть также какие-то огорчения, горести, трудности. И у каждого периода они свои, и не более, и не менее веские, и весомые. Например, я понимаю, что, например, очень часто родителям трудно серьёзно оценивать проблемы своих детей, не знаю, в 10-12 лет, когда родитель уже пережил все эти ступени, уже ему было и 12, и 20, и 30, и тут, например, смотрят с позиции, господи, ребёнок, что же ты говоришь? У меня тут работа, у меня тут забота, я вот тут, а у тебя, не знаю, тройка по алгебре, и тут ты так, не знаю, переживаешь. Да, конечно, такая разница в восприятиях имеет место быть, но, тем не менее, родители-то призывают всё-таки спуститься на этот уровень, посочувствовать одному чаду, даже если проблема заключается в том, что он потерял ластик, или там... Любимый. Или зналюбимый ластик, или подруга стал дружить с другой. Это всё очень-очень важные вещи, которые ребёнок переживает. Ну вот, конечно, с возрастом, вы правильно замечаете, человек начинает к многим вещам просто по-другому относиться. Не то, что их не происходит. Взрослые тоже теряют ластики, и с подругами тоже всякое бывает. Но просто по сравнению с тем, что, например, ты переживаешь... Вот в среднем возрасте люди уже пережили, например, смерть какого-то человека близкого, бабушек, например, да, или какие-то другие драматические вещи, понимаешь, что вес этого события в жизни, может быть, не так важен, и не стоит так много эмоций тратить на то, чтобы это было. Но, тем не менее, конечно, я согласна, что в каждом возрасте есть свои затыки, но и в каждом возрасте ведь свои положительные черты есть. Ну вот, например, сейчас я ощущаю лично по себе, что с каждым новым периодом у меня добавляются какие-то трудности, добавляются какие-то радости. И вот могу, да, оценить, что, наверное, самый безмятежный возраст был где-то лет до трёх, когда я спала и ела, и играла. Ну вот до семи, пока школа не началась. Это вообще шикарное время. Я ещё, по сути, я в детский сад не ходила, у меня бабушка со мной сидела, то есть я утром спала. Всё, что нужно. То есть меня кормили, меня... Ой, господи, какое шикарное время было. Вот вообще потрясающе. Мы ещё не можем спросить младенцев в неутробном развитии, что они думают про свой возраст. Вот, но на самом деле я ни в один из предыдущих возрастов возвращаться не хочу. Я немножко, там, бывают периодами, там, ностальгирую по школе, по каким-то там светлым моментам, но вот представить, что вот я возвращаюсь туда-назад и заново переживаю, уже вот как-то не хочется. А вот у вас нет такого, что, например, хочется вернуться там на 5-7 лет назад и вот там вот как-то застрять? Ну вот иногда такие мысли же приходят. Я помню, у меня достаточно яркое в детстве было такое переживание, что мы приехали кому-то в гости, и я уже была выросшим ребёнком, я уже сама ходила, а там был ребёнок, у которого была коляска прогулочная. И у нас уже коляски не было, и так вот, видимо, ностальгия по коляске меня накрыла в тот момент. Вот, и я говорю, мама, можно же я поеду в коляске? На что она сказала, ну давай, садись. Вот, и мы куда-то прогуливались, какая-то была общая прогулка у меня с такими семьями. Я села в коляске и поехала, наслаждаясь вот этим периодом. И я помню, что меня торкнула мысль, что я вот, я еду не туда, куда мне надо. Вот, я заинтересовалась там белкой, а мама с подругой беседуя, идут совсем в другую сторону. Я пытаюсь, значит, рулить. Она мне говорит, ну ты в коляске, как бы, ты в коляске и сиди. И я думаю, не-не-не-не, я не хочу там уже сидеть. Я хочу ходить, куда я хочу, да, и смотреть на тех белок, которые вот мне нужно. Поэтому как-то вот этот момент мне запомнился. И мне кажется, что вот, когда ты становишься старше, ты понимаешь на самом деле, что вот тот возраст предыдущий, он связан со многими ограничениями. Ты либо что-то не понимаешь, да, вот наивность какой-то, либо что-то ты просто не можешь делать, как маленький ребёнок, как вот в моём случае. Поэтому вернуться, может быть, иногда и хочется, там помоложе, да, побойче там быть или каких-то вещей. Но вот возвращаться вот по-настоящему, конечно, мне кажется, это не то. А вот лично вы какой возраст можете назвать для себя вот самым-самым счастливым, ну, к настоящему моменту? Да. Ну, мне кажется, вот я много раз мне задавали вопрос, сколько тебе лет, да, у меня никогда не было с этим проблем. То есть я всегда говорила, сколько мне лет, потому что вот столько у меня лет и есть. И я была, на самом деле, довольна тем состоянием, в котором было это 16, да, 17, там, 25. Вот какой-то у меня был перелом, где-то вот здесь 27 было. Я думаю, всё, как бы молодость прошла, когда начинается там старость сразу, вот. Но тем не менее, вот я считаю, что хороший возраст тот, в котором ты можешь жить. Потому что воздыхание о прошлом, ну как, они заканчивают жизнь настоящим. И также воздыхание о будущем, они тебя парализуют. Ты ничего не делаешь, ждёшь, вот когда произойдёт то-то или то-то, да, вот когда мне исполнится 30, вот тогда, наверное, вот. Тогда жизнь начнёт бить ключом. Или когда я уйду на пенсию, там, Печкин говорит, у меня только жизнь начинается, да, вот тогда вот произойдёт. Ты, собственно говоря, не живёшь, ты только вот в ожидании или в воздыхании от того, что когда-то произойдёт. Поэтому я за то, чтобы быть довольными вот тем количеством лет, которые есть. Что ж, дорогие радиослушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Сердцу не прикажешь? Так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такое же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radio.teus.ru А также вы нам можете звонить прямо в прямой эфир. Для этого достаточно набрать наш номер 8 800 3331706. 8 800 3331706. Он доступен для всей России и он бесплатный. Также вы нам можете написать через вайбер и ватсап. Достаточно забить наш номер. Это 8 977 850 0996. 977 850 0996. Ну и, конечно же, наше приложение Teos. Оно доступно и на Android, и на iOS. Скачивайте, устанавливайте. Из приложения доступны все те же функции. Звонки, смс, прослушивание эфиров, которые уже были. Прослушивание прямых эфиров. В общем, удобно быть с нами на связи в любое время. Дня, ночи, когда вам там удобно нас слушать. А в эфире Екатерина Горбунова, Татьяна Горбачева. И сегодня мы говорим о том, какой же возраст самый прекрасный и самый, что не золотой. Да, я хотела бы здесь, наверное, немножко статистики добавить. Потому что вот очень интересные, какие тенденции проявляются. Во многих исследованиях отмечается, что уровень, насколько человек доволен, он меняется. Значит, есть некоторое такое повышение где-то 20 годам, 20 с лишним, когда человек заканчивает свое образование. Он чувствует, что он может все. Перед ним все дороги открыты, все страны его ждут. И он может справиться практически с любой ситуацией. Потом кривая идет немножко вниз. Люди становятся чуть менее удовлетворены. Либо они не устраиваются как хотят, либо они сталкиваются с какими-то реальностями. И потом самый низ — это то, что в психологии называется кризис среднего возраста. Это где-то 45 с лишним. И потом начинается опять движение вверх. И после 50 лет вот это исследование показывает, что люди даже иногда выше того удовлетворения, которое было в 20 лет достигают. То есть вот такая вот интересная кривуля. Честно говоря, мне как человеку 20-летнему очень сложно представить, как это я буду более довольна своей жизнью, когда мне будет 50 плюс и, не дай бог, 60. Для меня это кажется сейчас таким далеким, непостижимо просто чем-то за гранью. И как-то сложно себя молодого, бодрого сейчас ассоциировать уже с возрастом бабушек. Потому что у меня, например, бабушка достаточно молодая. И вот как-то вот все равно нет вот этой параллели, связи. Хочется сказать, да нет, мне-то будет всегда максимум 25. Но со мной-то иначе-то не бывает. И как-то вот такой вот внутренний диссонанс, несогласие. Ну хотя, поживем, увидим, конечно. Может быть, в 50-е скажут, да какие ж, я же еще в полном расцвете сил. Ну на самом деле это третий аспект, который вы говорите, это психологический возраст, да, насколько человек себя ощущает. Он зависит от тонуса жизни, от настроя, от инициативы, которая есть, от эмоционального, конечно, такого позитива. И поэтому есть вот люди, которые вообще, можно сказать, за 80, но они такие бодрые, такие замечательные, что ты понимаешь, что это перед тобой не старый человек, да, а человек, ну, как Карлсон, по крайней мере, в самом расцвете сил. Что ж, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, а меня зовут Владимир. Здравствуйте, Владимир. Да, я бы хотел сказать, как мое понимание, какой возраст самый счастливый. По-моему, я убедился точно, возраст, когда, в котором как можно меньше влияния на тебя оказывают другие люди. Вот я считаю, например, Герман такой стерлик, знаете, да, бывший бизнесмен, какой-то миллионер, он сейчас живет в лесу, где-то, в Гархамане, да, по-моему, вот он такой, один из самых счастливых людей, да, потому что влияние там бандитов, каких-то идиотов, да, чиновников там еще, у него там минимальное, вообще нет, да. Вот я, например, один живу там, сейчас в деревню переехал, да, с котом, да, и вот мне уже никуда ходить, вот, флорографию делать там принудительно, знаете, как при коммунизме было, да, вот я слушал, в автобусе две женщины говорят, а ты ходишь делать флорографию, а одна говорит, не, а никогда, а почему, вдруг рак, а она говорит, а что тебе удалось приносить, если у тебя обнаружит рак, в общем-то, знаете, да, ну, так вот, к слову, да, в общем, понятно, да. Да, 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 спасибо большое за звонок. Ну, вот интересное мнение, что, когда человек меньше всего зависит от каких-то внешних, да, обстоятельств, от каких-то влияний, в том числе негативных, то ему спокойнее. Ну, вот это один из таких. Ну, знаете, мне кажется, тогда вот здесь вот есть такое некоторое противоречие. С одной стороны, например, в счастливый возраст, которым считается детство, там, 7, 8, там, не знаю, 5 лет. До школы. Да, до школы. До школы вообще идеально. Что характерно. Что характерно до школы, да, он идеален с точки зрения, ну, вот, все взрослые считают, что это самый счастливый возраст, потому что они понимают, что ребёнок тогда, что он, вот, вот ничем не обременён. Он ест, спит, играет. Обязанностей нет никаких. Нет никаких обязанностей. Но с другой стороны, например, почему уже я в такой возраст возвращаться не хочу? Вот как вы говорили про коляску, в которой не порулишь и не свернёшь, посмотреть ту белку, которую ты хотел, вот ровно так же, ну, у тебя нет и каких-то возможностей. Ты не можешь принять решение, где ты будешь гулять. Ты будешь гулять в том парке и на той горке, куда указали родители. Ты будешь ходить в итоге в тот детский сад, куда тебя отведут. У тебя нет шабора. Ещё шапку, шапку одевать всё время. Да, и шарфом вот так вот на пол лица, чтобы вот зимой там не простудить его. Ты дышишь вот этим вот шарфом, он прилипает, и он неприятно. И ты с этим делать ничего не можешь. Вот тогда такое противоречие. Вроде бы максимальное влияние на человека, оно вот как раз-таки в самые детские годы. Потому что дальше уже, ну, в подростковом возрасте уже есть возможность где-то манипулировать, где-то раздвигать рамки дозволенного. Скажем, быть самостоятельными. Ну, по крайней мере, более-менее иметь какую-то дозу самостоятельности. То вот в возрасте до 7 лет, каким бы его счастливым не признавали человек, ну, по сути, не решает практически ничего. Ну, максимум нужно счет каши пока призничать. Вот тогда вот как? Ну, это же соответствует его каким-то способностям. Конечно, есть дети, которые 7 лет работали, да, и там выполняли какую-то ответственность. И было такое время. Сейчас это нельзя. Но насколько это можно сказать, что они тогда сразу становились взрослыми, хорошими людьми и были довольны собой. Человек в 7 лет, он, в принципе, свою ответственность и понимает вот в рамках семьи, в рамках его интересов, в рамках того, с кем он может играть и во что. И он не очень интересуется вопросами, как там, какой курс доллара на сегодня, да. То есть это за пределами его понимания, за пределами его, ну, и каких-то действий в этом отношении. То есть редко кто играет на бирже в этом возрасте. Поэтому, да, человек зависимый, но у какой-то определенной рамки у него есть свобода. И, конечно, потом эта свобода раздвигается все больше, больше, больше до полной автономности. Но вот что мне в Владимире показалось не совсем хорошим, ведь есть и хорошие люди, которые тоже оказывают на тебя внимание. Если мы уходим в глухомань, да, и сидим там в избушке, то нам остаются только волки, там, медведи, сороки, все, кто обитает рядом. Но ведь и когда человек становится плохо, скажем, человек заболел, навряд ли кто-то из этих лесных обитателей проявит заботу, участие и поможет. То есть отказываясь от контактов, мы отказываемся как от хорошего, так и от плохого. И здесь, конечно, такой выбор, безусловно, он достойен уважения, как каждый человек выбирает для себя, но он себя отрезает и возможность какого-то хорошего участия. Вот, знаете, о такой момент. Вот вы еще как-то упомянули, что все-таки самый хороший возраст, он в первую очередь связан с понятием стресса. Точнее, с понятием его отсутствия. И вот мы опять возвращаемся к нашим пенсионерам вот в этом вопросе. Может быть, тогда нам всем стоит отчасти стремиться вот, ну, дана на момент женщинам 55+, мужчинам, соответственно, 60, и вот, и в принципе как-то больше ни на что и не стремиться, и ни на что не рассчитывать. Ну, есть же такое понятие дожить до пенсии, да? Ну, да. Человеку нужно дожить до пенсии, чтобы он мог... Чтобы дальше жить. Да, чтобы дальше жить. Почему дальше, позже 50 лет, все-таки удовлетворенность повышается? Одно из объяснений — это то, что у человека меньше обязанностей становится. Просто когда очень много обязанностей, это высокий уровень стресса. Что-то вдруг пошло не то, и вся картинка у тебя там сразу исказилась. А когда ты перестаешь, по крайней мере, зарабатывать на жизнь, хотя нельзя сказать, что уровень пенсии у нас такой, что пенсионеры могут быть вообще беззаботны, тем не менее это снимает хоть какую-то обязанность. У них есть хоть какая-то финансовая поддержка и какая-то свобода. И еще один момент, который совпадает как раз вот с этим, это то, что дети вырастают. Потому что воспитание детей — это дело хлопотливое очень, да? Очень много сил тратится. И когда ребенок уже становится взрослый, там, лет 16, или уже идет работать, это, конечно, очень сильно облегчает ответственность родителей. Когда эти два фактора совпадают, оказывается, что жизнь становится гораздо лучше. Причем даже по некоторым оценкам, вот самый большой уровень удовлетворенности начинают испытывать мужчины в 37 лет. И они, как правило, уже подходят к этому. Уже перестав думать, что их счастье заключается в дорогих автомобилях, да, в хорошо проведенной вечеринке или в правильных друзьях, начинают больше оценивать то, что они достигли. Это могут быть, это может быть хорошая семья, это могут быть хорошие дети, да? То есть их уровень притязания, он немножечко другой становится. И когда они смотрят и смотрят, что они уже на самом деле многого хорошего достигли, то тогда вот приходит удовлетворенность. То есть это все-таки очень сильно от оценки зависит, что мы ждем от жизни, да, и достигаем тех целей, которые ставим. Слушайте, ну тогда, на мой взгляд, люди, которые ставят себе, точнее, не ставят себе практически никаких планок и живут по течению, они тогда самые счастливые. Горе от ума. Потому что если человек поставил себе, допустим, в 18 лет цель добиться там к 30-35 каких-то карьерных высот, семью создать там шикарную, завести... Шикарную семью, это хорошо звучит. Ну, я имею в виду вот счастливую, полноценную, завести там, не знаю, кота или собаку обязательно, и там активно проводить свой досуг. И вот наставил себе очень-очень много целей, и в итоге, например, каких-то не смог достичь. Ну, допустим, либо карьера не пошла, либо с личной жизнью не сложилась, либо вот, ну не знаю, с кошками не уживается. А тогда человек, который... А как-нибудь. Тогда, получается, человек, а как-нибудь, будет самый счастливый в любом возрасте, просто потому что у него не было на завтра целей, и вот он всё как есть, вот у него пошло, и бог с ним. Ну, видите, здесь редко есть люди, которые вообще ни о чём не мечтают. То есть это вообще редкость, это нужно просто вот быть абсолютно удовлетворённым человеком. Вот, и, собственно говоря, жить тогда не очень понятно зачем. Как правило, человек что-то хочет. Да, но я не говорю о случаях депрессии, там вот таких клинических ситуациях. Нет, мы сейчас обычных людей обсуждаем, да. Какие-то есть ожидания. Они могут быть даже не сформулированы. Ожидание семьи, ожидание о карьере, ожидание о работе хорошей, об устройстве в жизни. И на самом деле, чем они более приближены к действительности, чем они реалистичнее, скажем так, ну, тем человек будет более удовлетворён. То есть если молодой человек хочет взять в жёны только топовую модель, да, а вокруг у него какие-то обычные девчонки ходят, ну, ему действительно будет очень сложно её, во-первых, реализовать, эту мечту, а во-вторых, если он вдруг решит жениться на ком-то другом, а потом смириться, что вот, ох, как же так, ну вот, это слишком сильное падение в моих принципах произошло, что я так и решил жениться. Дорогие радиослушатели, а как у вас к данному моменту, к данной отметке возрастной? Удалось ли реализовать какие-то планы? Может быть, какие-то цели, большие или маленькие? Не знаю, неважно. И, в общем, отписывайтесь нам, ждём ваших комментариев, сообщений. А также вы нам можете написать через наш привычный сайт test.radio.teos.fm. Перед вами наверняка, когда вы нажали кнопку «Слушать прямой эфир», возникла такая табличка, форма, в которой вы можете представиться, написать своё сообщение, вопрос, комментарий, кликнуть на «Отправить». Сообщение придёт, мы обсудим, ответим. Также теперь у нас доступны Viber и WhatsApp. Телефон для них 977-850-09-96, 977-850-09-96. Ну и, конечно же, наше приложение Teos, оно доступно и на Android, и на iOS. В общем, скачивайте. А с вами по-прежнему Екатерина Горбунова и Татьяна Горбачёва. Мы говорим о том, какой же возраст самый счастливый, и о том, вообще, какие достижения перед собой ставить на каждую отметку. А вот как вам кажется, Татьяна, когда семья воспитывает ребёнка, когда он подрастает, как лучше ему вводить его, не вводить его. Вот сейчас попытаюсь объяснить. Ведь мы наверняка в детстве все хотим повзрослеть, побыстрее стать взрослыми, потому что нам видится, что где-то 17-18-20 лет, вот там супер. И вот как, стоит ли разочаровывать ребёнка тем, что вот, ну, не всё там супер, и не всё там может быть, не может пойти гладко, и, может быть, вот лучше не торопить время? Или время придёт сам, свои какие-то вот такие мечтания по поводу взросления развеет? Ну, нам не нужно забывать то, что вообще-то дети очень наблюдательные, и они понимают, если у них рядом есть молодые люди, за которыми они наблюдают, они вообще говоря, хорошо представляют, какая жизнь. Я вот сегодня с утра тоже везла ребёнка в школу, и я задала ей этот вопрос, ей сейчас 9 лет. Я говорю, тебе нравится вот этот вот возраст? Она говорит, мне больше 10 нравится, цифры лучше, да. Я говорю, ну и чем же она лучше? Но она говорит, что это уже вроде ты не ребёнок, а ты уже становишься... Я перефразирую сейчас, конечно, да, что ты становишься уже подростком, а подросток, вот, в общем, это совсем другое дело. И я говорю, а чем же вот как тебе нравится быть подростком, и чем тебе нравится, например, быть ребёнком? И она мне так интересно сказала. Она говорит, мне нравится, что я младшая, она младше у нас в семье, потому что на меня ложится всё меньше ответственности. Если старшего спрашивают больше, да, и, соответственно, он больше должен всего делать, то я могу ещё где-то не делать, потому что я типа маленькая, и какой из меня спрос? Ну, то есть вот вполне осознанно такая позиция, да, не просто забыла, а просто она может себе такое позволить в своём возрасте. А потом она говорит, что я хочу, вообще хотела бы я быть 18 лет. Я говорю, ну а что там такого хорошего? Ну, это ты уже совсем взрослый, хотя, она говорит, я смотрю на своих старших, да, читая, и мне не нравится то, что у них очень много уроков, то, что они всё время заняты, и то, что у них даже нет возможности там пойти гулять или там гулять, как у меня есть. То есть вот оценка, да, ну не совсем маленького человечка, да, но всё-таки уже такого подрастающего, она понимает, что это не просто прекрасный возраст, когда ты вырастаешь высокой, да, и молодые люди начинают в тебя заглядываться, а что с этим возрастом, с этим ростом возлагаются определённые какие-то вещи, А раз может не добавиться. Да, это опционально. Что, ну на самом деле, взрослость — это когда много всего. Вот, и поэтому мне кажется, что говорить с ребёнком как бы намеренно, нет, оставайся в этом возрасте, ну даже если... Ну, в первых, это не от него зависит. Да и не от нас тоже. Ну да. Как бы вот, ну здесь что мы можем сделать? Мне кажется, просто... Я вот за то, чтобы просто разговаривать с детьми и, может, заставлять их думать над этими вещами, задавать вопросы, а что, ну вот как я с ней говорила, что, а что тебе нравится, да, а что тебе не нравится, а что тебя в этом возрасте смущает, далее наоборот привлекает. И заставлять их думать не просто в категориях, нравится, не нравится, хорошо или плохо, а разбираться, что конкретно, какие вещи они могут воспринимать как положительные или отрицательные. Ну вот, знаете, на самом деле, вот мне кажется, да, быть младшей в семье... Я не знаю, я вообще единственный ребёнок в семье, мне я вот об этом судить не... Всегда младшая. Всегда младшая и самая старшая одновременно. А вот такой момент. Просто я наблюдаю за теми друзьями, например, у которых есть там старшие братья или там старшие сёстры, или там, например, кто-то, наоборот, из младших. И вот, как правило, младшему-то больше всего достается. В том плане, что родительская любовь и где-то вот такая вот забота, она начинает концентрироваться на маленьком. Потому что уже как-то, ну, большого сильно там где-то не проконтролируешь, где-то уже, ну, возраст не тот. А маленького больше контролят. Маленького старший заставляет где-то выполнять свои обязанности. Ну, просто, ну, что, я старше, я сильнее. Как бы вот кто в доме хозяин. И как бы вот здесь, мне кажется, у младших в семье есть больше где-то стимула вырасти и вот уже вот освободиться где-то от лишней опеки, от лишних обязательств, которые накладывают братья и сёстры старшие. Ну, может быть так, а может быть совсем по-другому. Как правило, у самых младших детей есть тенденция западать в младшем. Потому что они понимают, что младшие — это привилегия. Вот. А старшие понимают, что старшие — это привилегия. Только для старших привилегия, это значит, тебя будут грузить, и ты будешь делать. А для младшего привилегия, что тебя не будут грузить, и ты будешь не делать. Вот. Что из этого слаще называется? Власть в одном случае, да, безответственность в другом случае. Поэтому часто младшие дети, они как раз имеют тенденцию быть более, как сказать, избалованными, оставаться, продлевать своё детство. Ну, мы про возраст говорим, да, продлевать своё детство, больше себе позволять хочу-не хочу, ну и так далее. Просто потому что у родителей есть естественная тенденция, как вы сказали, вот с ними возюкаться больше, больше там, уделять им внимание и так далее. То есть, в принципе, правда только в том, что мы не ускорить, не замедлить это не можем. Всё равно им годы идут, да, и дети развиваются и растут, и всё в своё время всё равно приходит. А вот всё-таки такой момент. Вот вы как-то уже упомянули про вот, ну и кризис среднего возраста, это, наверное, такая самая расхожая терминология в этом плане. Но ведь, насколько я знаю и насколько приводят и психологи, этих кризисов, да их масса. Начиная от кризиса, там, трёх лет, когда ребёнок начинает себя как-то осознавать, там, дальше, по-моему, лет семь, когда вот тоже вот какие-то идут уже изменения, там, он уже себя не ассоциирует совсем маленьким, там, вот до этого, грубо говоря, был детский сад, а вот тут теперь вот школа, я теперь не вот просто там, а бы кто, я ученик. Ну и дальше, соответственно, такие, опять же, классические кризисы, когда ребёнок-подросток пытается отвоевать своё жизненное пространство у родителей и свободу. Ведь кризисов масса. Но почему тогда кризис, например, среднего возраста считается таким, ну, в какой-то мере, переломным и, грубо говоря, может под откос пустить все предыдущие заслуги, а кризис, например, в том же подростковом возрасте как-то, ну, вроде бы, пережили, и ладно. Ну, на самом деле, подростковый тоже может всё очень хорошо. Это тот возраст, когда дети очень рискованные, и они просто не понимают иногда тех рисков, которые они предпринимают, и могут просто погибнуть. Известно, что смертность в подростковом возрасте даёт очень высокий показатель именно из-за того, что они не понимают, что они делают. Ну, на это есть разные всякие причины. Но вот про кризис среднего возраста, почему он немножко отличается от предыдущих, да, потому что это кризис подведения итогов жизни. Как я говорила, вот обычно к 37 годам начинается переоценка, особенно кризис среднего возраста, как бы мужская такая тема. У женщин тоже есть, но она не столь сильно проявляется. И человек взвешивает свои мечты, о которых мы уже говорили, да, и то, что у него получилось. И взвешивает не умозрительно в воображении, да, вот, например, вот, я хочу быть президентом компании, а по факту. Вот он хотел быть президентом этой компании. И вот сейчас что? Здесь есть два варианта. Во-первых, если он не президент, то он понимает, что он не достиг. А 40 лет — это время, в чем тут соль вот этого кризиса? Что человек понимает, что больше сил у него не будет. Вот он проработал там 20 лет, вкалывал, чтобы быть президентом. И это максимальное количество сил. Начинают появляться какие-то болезни, он понимает, что он слабеет, он теряет внимание, теряет в каких-то качествах. То есть, да вряд ли он совершит еще какой-то рывок сильный вверх, там, допустим, карьерной лестницы. И вот он не президент. Вот что делать? И тогда приходит вот это эмоциональное такое потрясение, что я не смог достичь чего хотела. Вообще, насколько я хорош тогда, вообще могу ли я быть там человеком и уважать себя и так далее. Есть другой вариант. Если он оказался президентом, то он думает, что вообще-то, то, что он думал о президентстве в 23 года, вообще не соответствует тому, что у него сейчас. У него нет времени, у него нет личной жизни, у него нет семьи. Деньги, которые у него есть, они как песок уходят через руки. И то же самое происходит, потому что часто то, за чем люди гонятся, оно оказывается не столь ценно, как оказалось первоначально. И в этом приходит разочарование. Но вместе с тем есть же категория людей, которые осознанно шли к цели, где-то корректировали свой путь. Но они, в общем, довольны тем, что получилось. Вот почему в это время многие мужчины переключаются на семью, потому что опс, он посмотрел, а у него уже сын вырос. Он как бы даже не заметил, как это произошло, потому что на работе был все время. И он говорит, ой, ну это же классно, да, я там не звезда первой величины, но у меня есть ребенок, настоящий, живой, похож на меня. Ну и это счастье. Происходит переоценка такая. И для семейных отношений вот это время, оно часто бывает очень-очень плодотворное, потому что жена наконец-то говорит, ой, неужели он приходит с работы в 7 часов, я не могу себе представить. То есть время возвращения к каким-то базовым вещам. А вот все-таки как вот на разном этапе, на разном возрасте, если человек, человек близкий, член семьи, муж ли, брат ли, отец ли, начинает переживать вот этот самый кризис, как ему помочь заново ощутить вот этот период времени самым счастливым? Ведь мы, по сути, приходим к тому, что самый счастливый возраст — это тот, в котором ты сейчас есть. Просто вот из того, что вот мы тут нарассуждали, по большому счету, как вот вернуть близкому человеку ощущение, что да все здорово? Ну, сейчас я конкретно скажу про кризис среднего возраста, да, но это состояние, которое, оно объективно, оно приходит. И человеку нужно найти другой смысл, другую цель поставить себе, скажем, да. Если ты хотел быть директором, может быть, это не та цель, которую ты на самом деле хотел. Но в этом было какое-то ядро, какая-то вещь, которым ты все еще хочешь двигаться. Например, ты хотел делать какое-то важное дело, да, там, я не знаю, выпускать там социальную рекламу. Ну, я не знаю, мне первое, что в голову пришло. То есть дело вовсе не в президентстве, а в том, что ты хотел вот таким-то образом там реализовываться. И это время, когда цели меняются. От некоторых целей вообще нужно отказаться. Ну, что покупать последнюю модель BMW каждый раз? Ну, в принципе, и это прослушат еще 20 лет, да, и будет хорошо. То есть есть цели, которые можно просто отложить, сказать, что я был глупый, ничего не понимал, да, вот, давайте простимся с вами. Устроить похороны этим целям, в конце концов, такие ритуальные. Вот. Есть вещи, которые действительно помогают человеку очухаться. Есть люди, которые вели совершенно беспорядочный образ жизни, и они подходят к этому времени, и они говорят, что мы, ну, как бы, то, что мы себе строили, оно приносит совсем не тот плод. И это время изменится еще впереди, полжизни, да, еще, ну, по крайней мере, 30 лет, 40, когда ты можешь сделать что-то другое. Часто в это время люди, которые заблуждаются, они приходят к какой-то трезвости и начинают по-другому себя вести. То есть кризис не всегда плохо? Ну, кризис, в переводе греческого, это суд. Суду подвергается все то, что со временем не устоялось. Поэтому это как раз, это, ну, суд всегда может быть и оправдательным, да, и разбиранием того, что хорошо, что плохо. Поэтому рекомендации, это просто вот надо с этим человеком быть рядом, эти вопросы обсуждать, не позволять ему уходить там одному куда-то, удиняться, да, чтобы там, не дай бог, что не произошло что-то нехорошего. И помогать ему обрести какой-то новый смысл, чтобы он его сам себе сформулировал. Потому что этот кризис, этот кризис смысла. Большинство людей проходит его хорошо. Некоторые проходят его с некоторой дурью, типа, начинают ездить на мотоцикле. Но они поездят несколько лет, потом они нормально. Как бы надо позволить человеку пытаться реализовать себя в том, что он считает нереализованным. Это нормально, да, главное, чтобы это не очень деструктивно было для окружающих. Вот, поэтому моя рекомендация быть рядом и помогать человеку найти осмысленно настоящие ценности, настоящее свое призвание. Что же вы, дорогие радиослушатели, думаете об этом, об этом в конкретике, и все-таки о ваших самых лучших периодах жизни? В общем, оставайтесь с нами и присылайте свои комментарии. Иногда двух минут хватит одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь. Вы слушаете передачу «Формула Синьер Малышни». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Также напоминаю вам, что вы нам можете писать через наш сайт s.radioteos.fm, через наше приложение Viber и WhatsApp. Телефон для него 977 850 09 96, 977 850 09 96. И через наше приложение Teos. Оно доступно и на Android, и на iOS. Также напоминаю, что 6 и 7 октября у нас стартует марафон. Марафон поддержки нашего радио Teos. Так что, если вы, дорогие радиослушатели, любите наше радио, если вы любите то, как мы вещаем, и хотите сделать нам такой комплимент, то ждем ваши пожертвования, ждем вашу помощь, поддержку, и будем ей очень-очень рады. А в эфире по-прежнему Екатерина Горбунова и Татьяна Горбачева. Сегодня мы разбираем по косточкам самые счастливые периоды жизни и решаем, выносим такой эдакий эфирный вердикт, какой же возраст самый счастливый. Что ж, Татьяна, как думаете? Наверное, уже, в принципе, можно наши результаты опроса подвести. Да, давайте поговорим. Мы уже будем потихонечку подводить какие-то итоги. Итак, мы, как я уже говорила, в начале эфира определили несколько категорий лет, то есть возрастные такие отрезки от 0 до 7, от 7 до 12, 13-17, 18-25, 26-35, 36-50, 51 и выше. И, в общем, да, есть тут два таких возрастных лидера. Это 18-25 лет и до 7 лет. До 7 лет. До 7 лет. И вот как раз студенческие такие годы, 18-25. Между остальными голоса разделились примерно поровну. В общем, мне кажется, здесь вывод... Ну и опять же, по 20 с небольшим процентом, это вот не супер какие-то лидеры. То есть в каждом возрасте люди могут быть счастливы. Ну, я бы, может быть, немножко по-другому сделала периодизацию, да? Да, тут как-то надробили-надробили. Сейчас люди живут намного дольше. Вот, если раньше 50 лет, то уже было практически всё. Ну, то отработанный материал, то есть... И мы знаем, что совсем по-другому считали возраст старости. Когда мы читаем «Старик со старухой», да, в русских сказках, вы должны понимать, что это люди 35-40 лет, они уже старики со старухой. Вот, ну, конечно, такие комплименты иногда слышим от наших подростков, да, «Пап, когда я буду как ты, типа, мне уже вообще ничего не надо будет», сказал он папе, возраст 35 лет. Но, тем не менее, сейчас люди живут плодотворно и после пенсии, да? И выделяют теперь психологи 50-60 и ещё 60-70. Я уже не говорю про такие страны, как Япония, например, где огромное количество людей доживает до 100 лет. Это ещё плюс 30 лет. 30 лет. Ну, откровенно говоря, уже многие, кто доживает до этого возраста, там, ну, мне кажется, здесь уже где-то нужно судить. Вот моя прабабушка любила говорить, я вот хочу прожить столько, сколько лет смогу сама себя обслуживать. И вот далеко не все старики, которые доживают до 100 плюс, да, вот есть в Японии долгожители, там и 103, и 110, даже 120 вроде бы было, но ведь они уже не все понимают действительность бытия, и то, где они, и кто они. Ну, я с вами не соглашусь. Ну, не все. Да, но уж, по крайней мере, 90 все понимают, и в весьма хорошем физическом состоянии, да, когда вы смотрят от домов престарелых, да, от того, как его качество. Ну, уж 80-то и 90 лет, это считается как бы нормальным вообще возрастом. То есть 50 заканчивать, как бы, очень-очень рано. И люди, которые живут, на самом деле, на пенсии, которые живут после возраста такой активной жизни, вовлечения в общественные какие-то процессы, они говорят, что жизнь вообще, на самом деле, прекрасна. Все исследования это подтверждают. Вот, и американские, да, и европейские, уж не говорят там о японских, там, где они прямо работают по этому вопросу намеренно. И сейчас даже есть специальная наука, называется геронтология, которая занимается людьми пожилого возраста. И обнаруживают, что там очень много всего идут. Человек не заканчивается, как бы, вот, с выходом на пенсию. И многие из них говорят, что они не соответствуют внутри психологический возраст, не соответствуют их цифре, которая у них есть. То есть они остаются там в возрасте, ну, там, 45-50, вот, в таком состоянии активном, бодрствующем. Если люди занимаются активной умственной деятельностью, преподаватели, деятели науки, они сохраняют ясность сознания до самого предела. Ну, вы знаете, что у нас доктора наук имеют право работать до 90 лет. Это не зря так назначено, потому что они работают до этого возраста. То есть они остаются активными, они остаются адекватными, если уж так говорить, да, и весьма даже продвинутыми, те, которые наработали большой вот багаж знаний. Поэтому качество жизни в этом возрасте, оно зависит от того, насколько вы активно вообще-то участвуете в этой жизни, насколько вы хороши в физической форме, да, насколько вы хороши, бодри в интеллектуальном развитии, читаете ли вы книжки, да, общаетесь ли вы с людьми. То есть дальше, вот, если это в молодости естественным образом происходит, то в более пожилых годах это требует больших усилий, но в принципе оно не заканчивается. И только сильные какие-то там физические недостатки, какие-то болезни, которые начинаются после там 50-60 лет, они, конечно, могут этот процесс сильно, ну, так сократить. Кстати, для меня самое интересное, даже в этом плане, не лидеры по счастливому возрасту, потому что это более-менее такое, ну, не знаю, расхожее мнение, что вот детство и студенческие годы вот самый счастливый период времени. А вот именно, вот, мне кажется, такой аутсайдер этого рейтинга подтверждает вот наше такое вот мнение о стрессе. Это 36-50 лет, 6,2%. То есть меньше всего наших радиослушателей проголосовали именно за этот возраст. Что они довольны, да. Что даже может быть не сколько довольны, а сколько в принципе считают. И, видимо, вот тут вот есть зерно. Зерно есть. Да, это поколение называют сэндовичем, потому что есть ответственность за родителей, потому что родители ещё живы, они действенны, да, но они становятся более немощны, и за ними нужен больше уход. И есть ответственность за детей. То есть ответственность с двух сторон. То есть как бы двойная получается ответственность. Родители уже их не помогают вырастить детей, а сами становятся, как бы вот, требуют опеки. И есть дети, которые ещё маленькие. И поэтому стресс вот в это время, он кажется наибольшим. И на самом деле у женщин он ещё больше по показателям, чем у мужчин. Потому что если кто-то из родителей или из родственников пожилых начинает иметь проблемы со здоровьем, как правило, женщина включается в заботу, в уход за больным. Вот. И это, ну, вы сами знаете, это достаточно долгая такая и сложная. И трудоёмкая. И если при этом ещё есть семья с маленькими детьми, то это вот добавляет такую растяжку. И это заканчивается, ну, с возрастлением детей и с уходом старшего поколения. Что хотя бы с одной стороны, этот возрастной период среднего такого возраста, он получает облегчение в заботе, ну, и в финансовой поддержке тоже, которая есть. Что ж, большое спасибо вам, Татьяна, что вот так вот мы сегодня с вами поразмышляли. Для себя лично уловила, знаете, какие-то моменты. И теперь не так мне страшно смотреть вот в то вот будущее, то недосягаемое. Потому что да, вполне, а почему бы и нет. В каждом возрасте есть свои прекрасные моменты. И давайте наслаждаться тем, что мы имеем. Ведь в прошлый день мы не вернёмся, а в будущее ещё не заглянем. Оставайтесь с нами, слушайте нас дальше, услышимся уже очень скоро. И пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok